Здравствуйте, с вами Андрей Деркач и вы смотрите программу Итоги. Обсуждаем главные темы этой недели. Снежный ком американским конгрессменам удалось предотвратить шатдаун как минимум на следующие 45 дней. Правда, в итоговый документ не удалось включить помощь Украине. Вслед за этим впервые в истории был снят с должности спикера республиканец Кевин Маккарти. Как это может повлиять на характер войны? Когда и от кого украинцам теперь ждать помощи? Обсудим со старшим научным сотрудником Центра национальной безопасности Клеменца при Техасском университете Марком Помаром. Без разговоров Ильхам Алиев отказался от запланированной встречи с Николом Пашиняном в Гранаде, где посредниками на переговорах Азербайджана и Армении должны были стать ведущие европейские державы. О причинах отказа, а также о том, что это может говорить о намерениях в Баку и расстановке сил в регионе, поговорим с историком Рональдом Суни и Марком Беррентом, директором евразийской программы Freedom House. Другим путем в Словакии на парламентских выборах победу одержала популистская партия, продвигающая смягчение санкций против России и блокирование помощи Украине. Каковы причины таких настроений избирателей и стоит ли того же ожидать от грядущих выборов в Польше, рассуждает профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан. Шотдауна удалось избежать, но вопросы остались. В Конгрессе США все-таки были найдены хоть какие-то точки соприкосновения, и работу правительства удалось профинансировать на 45 дней. За это время законодатели постараются найти компромисс по ключевым моментам, и один из них касается предоставления следующего пакета помощи Украине, который в промежуточный документ так и не был внесен. Во многом именно размер этой помощи, а запрашивалось 24 миллиарда долларов, смутил небольшую группу республиканцев, решивших блокировать решение этого вопроса. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти пообещал в скором времени посодействовать одобрению украинской помощи, ведь американских денег у Украины осталось всего на несколько месяцев, но ему уже не суждено будет руководить этим процессом. Его же однопартийцы инициировали снятие Маккарти с должности спикера и при поддержке демократов смогли сделать это впервые в американской истории. Как это усугубляющееся состояние некого хаоса, в котором пребывает Конгресс, повлияет на Украину? Кто от него только выигрывает и кто должен на себя взять лидерство в данной ситуации, мы обсудили с Марком Помаром, старшим научным сотрудником Центра национальной безопасности Клеменса при Техасском университете. Как вы считаете, это тревожный звоночек для украинцев, то, что только на 45 дней и то, что вообще не был включен этот вопрос украинский в этот законопроект? Я думаю, что вообще вот эта политическая игра, которая отразилась вот в этом решении, в общем, она временный момент. Я думаю, что, я надеюсь, в всяком случае, что поддержка все-таки для Украины остается очень крепкой, сильной в Америке, в администрации, среди ведущих республиканцев и демократов. Так что, я думаю, помощь вернется. Это все-таки 45 дней, время пройдет. Вообще, это результат такой, ну, грязной, неприятной политической игры. Кто кого победит, кто кого может сменить. И я думаю и надеюсь, что это не отразится. Но, конечно, вы абсолютно правы, что сигнал не особенно положительный. То есть, вот тут есть группа, она небольшая, но она очень громкая группа республиканцев, которые, в общем, поддерживают точку зрения некоторых европейских стран, как Венгрию, теперь Словакию, может быть, которая говорит, знаете, это не наше дело, мы хотим прекратить войну. Мы скорее понимаем, почему это произошло. И это очень опасно. Я думаю, опасно для Украины, в первую очередь. Это тоже для нашего общего альянса, демократический стран, который действительно поддерживает Украину, я думаю, будет продолжать. Так что, в этом смысле, это сигнал не особенно положительный, даже отрицательный. Но, я думаю, он не отразится конкретно на помощи в ближайшее время. Играет ли на руку Путину вот эта внутренняя борьба и то, что она касается непосредственно помощи Украине? Я думаю, очень играет. Как раз то, что он бы хотел больше всего. Во-первых, раздор в стране, что, конечно, прекрасный пример для жителей Российской Федерации. Вот вам демократия, вот что они делают. Ничего не могут договориться, голосуют, чтобы не финансировать свое собственное правительство. То есть, это, конечно, только-только подталкивает в смысле общей пропаганды, что демократия отживающий образ правления, что оно прогнило, что оно уходит, что это не будущее. Так что тут тоже есть. Но самое главное, это, конечно, для войны в Украине, только нужно ее продолжать с точки зрения Путина. И вот, видите, какие-то разные перемены могут произойти в странах западных, в Америке, в первую очередь, в европейских странах, которые ему помогут захватить как можно больше земли и не отдавать, и как-то привести войну к концу, которую он будет считать для него победой. Я думаю, что да, конечно, это серьезная проблема, и проблема, которая, я боюсь, будет нарастать в течение года. То есть, это как подарок для его пропагандистской машины? Ой, на всех уровнях, как я говорю, на уровне общей пропаганды. Общая пропаганда в России уже много лет. Еще когда я жил в Москве в 2012-м, 2013-м, 2014-м, когда демократия вообще была представлена как отжившая система, которая неприемлема к современному миру, которая, мало ли, какие вещи происходят, какие крайности и так далее. А это, конечно, ему на руку. Вот, пожалуйста, смотрите. Не могут даже проголосовать нормально. Что от них требовать вообще? Ну и в связи с этим, что должен сделать Белый дом, чтобы ускорить принятие этой помощи? Подход Белого дома будет договориться с ведущими республиканцами в Сенате в первую очередь. И, может быть, через них повлиять на республиканцев в Палате представителей, чтобы как бы выделить Украину из-за вот этого политического момента, где кто-то за, кто-то против, и постараться ее огородить. И сказать, вот это проблема нашей национальной безопасности. То есть то, что делалось во время Холодной войны, когда я был на голосе, на свободе, это было выделено как неполитически, поддержка была как с одной, так и с другой, потому что это считалось часть общей нашей национальной безопасности, а не связанной с внутренними политическими всякими склоками и так далее. Я надеюсь, это был бы идеальный выход из положения. Случится ли это, я не знаю, но это было бы... Я думаю, подход разумных политиков в Белом доме, вот как раз выделить Украину из этого политической борьбы. Если говорить об отставке спикера Маккарти, которая произошла во вторник, является ли это результатом всей этой борьбы, в том числе с участием украинского вопроса? Я думаю, что украинский вопрос в стороне. Я думаю, они просто воспользовались им ради чего-то. Я сомневаюсь, потому что, во-первых, нужно начать с того, что, насколько я могу судить, у Маккарти нет четкой идеологии ни по какому поводу. То есть он играет то с одной группой, то с другой. Слава Богу, он нашел способ, как так составить вот этот компромисс, что хотя бы правительство продолжает действовать. На то спасибо. Но это только отложило на 45 дней. Теперь, может быть, на 40 дней проблема остается проблемой, и она будет опять повторяться. Так что мы не разрешили ничего, мы просто отложили на какое-то время. Я думаю, это все набирает свою силу по отношению к выборам 2024 года, которые будут очень и чревать опасностями, и очень важны для будущего. И тут, конечно, для Путина прекрасный момент. Он подождет. Посмотрим, что будет в 2024. Ну и вот возвращаясь опять же к помощи Украине, вот эта отставка, может ли она как-то повлиять на внесение дополнительного хаоса вот в этот процесс принятия дополнительной помощи? Надеюсь, что нет, потому что Сенат очень крепко выступил, серьезно выступил за продолжение поддержки. Есть в Конгрессе представители, в Палате представителей, люди, которые серьезно занимаются этой, считают, что это важно. Я могу даже привести моего представителя в Остене, Техасе, Майкла МакКолл, который возглавляет вот этот комитет по международным отношениям к Палате представителей. Ну, спорбеканец, но он ездил в Киев, он встречался с Зеленским. Есть разумные люди, которые, я думаю, все-таки смогут где-то себя проявить. Как долго Украина может ждать? Как вы считаете? Ой, Украине нужно больше и больше и больше. Я думаю, что если есть, так сказать, критика, которую можно все-таки сказать, да, поддержка была, но недостаточно быстро и недостаточно много, я думаю. И тут частично это бюрократия, частично это такой очень осторожный шаг со стороны Байдена. Но я думаю, что помощь будет продолжаться на разных уровнях. И военная, и гуманитарная, и со временем, конечно, отстраивание страны. Так что, я думаю, если это какой-то временный период, я думаю, я надеюсь, он пройдет, и мы вернемся к тому, что было последние полтора года. В момент, когда в США вопрос украинской помощи завис, лидирующие европейские державы решили еще раз напомнить о своих намерениях эту помощь продолжать. Повод для этого появился на этой неделе на саммите Европейского политического сообщества, куда приехал и Владимир Зеленский. Сообщается, что президент Украины во время переговоров с Германией, Францией и Испанией смог договориться о предоставлении дополнительных систем ПВО. На повестке была еще одна важная встреча между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Правда, ей не суждено было состояться. Президент Азербайджана отказался приезжать, высказав недовольство позиции Франции, которая ранее открыто поддержала Армению в вопросе Нагорно-Карабахского конфликта. Пашинян же приехал и даже подписал заявление с другими европейскими странами о необходимости нормализовать ситуацию, основываясь на признании суверенитета и нерушимости границ двух конфликтующих стран. Ситуацию мы попросили прокомментировать директора евразийской программы Freedom House Марка Беринта и Роберта Суни, историка и профессора Мичиганского университета. Алиев и Пашинян должны были встретиться в четверг в Гранаде, но президент Азербайджана отказался это делать. Почему встреча не состоялась? Знаете, мы можем много спекулировать на тему восприятия Алиевым, понятие нейтралитет. Главное здесь то, что в подобных обстоятельствах всем нужно работать вместе, нужно найти способ думать нестандартно, стараться сотрудничать не только с друзьями, но и с критиками. Поэтому я действительно очень сожалею, что президент Алиев не сделал шаг навстречу. Как вы думаете, должен ли Евросоюз немного надавить на конфликтующие стороны, чтобы те все-таки сели за стол переговоров? Безусловно, вся эта ситуация является провалом демократии и дипломатии. Нужно было вложить больше политической воли в дипломатический процесс. За 30 лет после Минской группы никто на самом деле не оказывал на кого-либо давление, чтобы заставить двигаться вперед. И кульминацией стала эта трагедия, которую мы видим сегодня. США, Евросоюз, государство ОБСЕ должны оказать все возможное давление на обе стороны, потому что это может перерасти в гораздо больший кризис. Как изменилась геополитическая ситуация в этом регионе, учитывая, что Россия не проявляет активности, как раньше? Россия, как мы знаем, не смогла обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе. Это то, что они обязались сделать по соглашению о прекращении огня, заключенном 9 ноября 2020 года. А ее влияние в регионе напрямую зависит от ее способности тем или иным образом обеспечивать безопасность, играть эффективную и позитивную роль в сфере безопасности. Я не говорю, что если Россия отступит, Запад восполнит этот пробел. Я думаю, что отступление России дает возможность этим странам самим находить решение их проблем. Если бы Алиев и Пашинян встретились в Гранаде, то о чем они могли бы вести переговоры? На данном этапе времени, после всего того, что произошло, есть ли им вообще о чем разговаривать и что они могли бы предложить друг другу, учитывая все взаимные обвинения и различия точек зрения? Конечно, Алиев не будет дать Армению или Армянам землю или автономию или политические права и все. Но, может быть, Армении и международное общество можно попросить, чтобы не уничтожить отстальные памятники, церкви, могилы в Азербайджане, которые оставили армяне. Азербайджан уже сделал это. Разрушили тысячи культурных памятников в Нахичеване и в другие части Азербайджана, где армяне не были. И я боюсь, что они будут это сделать тоже в Ацах, в Нагорном Карабахе, потому что, чтобы чистить землю от этих памятников, это тоже чистит история и все требования на землю армян в Азербайджане. Понимаете? Это, конечно, преступления. Это культурные преступления. Но нации это делают. Когда они хотят землю, но не хотят вот этих людей на эту землю, они действуют именно так. И это называется этническая чистка. И это мы сейчас, мы очевидцы на этой этнической чистке. Ну вот нельзя сказать, что демократические державы, международное сообщество, скажем так, занимали активную жесткую позицию по этому вопросу. Ну, разве что Франция пыталась некое лидерство проявить и выразить не только поддержку, но и конкретную помощь, пообещав. И вот сейчас в Гранаде европейцы вроде бы готовы были стать посредниками. Есть ли конкретная причина вот такой недостаточно активной позиции? Ну, почему не действуют вот западные страны, вот великие державы так называемые? Во-первых, я думаю, что есть две причины. Первая, это потому что они заняты. Там настоящая война, большая война, очень важная война в Украине. Поэтому все силы, все оружия, все энергии туда прошли. Это первое. И второе, это потому что Азербайджан нужна Европе. И они уже подписали договор или какое-то соглашение для нефти, для газа. Понимаете? Ресурсы для Европы, это очень важно. Они жаждуют вот этой вот нефти и все. Поэтому они не хотят сейчас делать санкции или сопротивление против Азербайджана. Мы с вами говорим о геополитике, но есть же еще реальные люди, которые попали в очень непростую жизненную ситуацию, став беженцами и потеряв свой дом. Что будет с этими людьми, как вы считаете? Это большая трагедия. И Армения, вот страна 2,5 миллионов, должна сейчас получить 100 тысяч беженцев. Понимаете? Это очень-очень большая тяжесть для маленькой страны. Поэтому это просто очень трудно. И, конечно, нужна международная помощь обязательно. В соседствующих с Украиной странах тем временем все громче звучат заявления о необходимости заниматься внутренними проблемами, а не украинской помощью. Последним примером стала победа на парламентских выборах в Словакии популистской партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, которая призывает ослабить антироссийские санкции и отдалиться от Киева. Сразу после победы Фицо президент Словакии Зузана Чапутова заморозила предоставление военной помощи Украине, заявив, что, цитата, решение по этому вопросу должно отражать результаты последних парламентских выборов. В чем причина усиления таких настроений и отразится ли это на грядущих выборах в Польше, мы попросили порассуждать Чарльза Купчана, профессора Джордж-Тамского университета. Говоря о победе Роберта Фицо на словацких выборах, как она может отразиться на ситуации вокруг Украины и региона в целом? Если бы речь шла только о словацких выборах, у украинцев не было бы причин для серьезных переживаний. Да, в Словакии к власти пришел лидер, который открыто выступил против поставок оружия Украине. Но это произошло одновременно, с разладом между Польшей и Украиной по вопросам, связанным с импортом зерна. Кроме того, Конгресс США не утвердил запрос президента Байдена о дополнительной помощи Украине. Все эти события произошли практически одновременно, поэтому можно сказать, что внутренняя политика, касающаяся принятия решений о предоставлении помощи Украине, усложняется. В какой-то степени это связано с растущей усталостью от украинского вопроса. Тем не менее, я не думаю, что эти явления ставят под удар принятие ключевых решений. И как Соединенные Штаты, так и Евросоюз будут продолжать оказывать значительную помощь Украине. Не опасно ли, что такие страны, как Словакия и Венгрия, все менее позитивно относятся к вопросу Украины? Могут ли они объединиться в своеобразный тандем, чтобы блокировать возможную помощь всего Евросоюза? Они уже отказываются от намерения предоставлять помощь из собственных бюджетов? Если вероятность, что общий объем помощи Украине будет сокращен, думаю, да. И это произойдет не только из-за внутренних процессов в Соединенных Штатах, но и потому, что у многих стран заканчиваются боеприпасы и имеющиеся запасы тех систем вооружения, которые предоставлялись Украине. В частности, в США осталось не очень много артиллерийских снарядов. Это одна из причин, по которой Соединенные Штаты хоть и неохотно, но тем не менее приняли решение о предоставлении кассетных боеприпасов. И одна из причин, по которой не было принято окончательное решение о предоставлении тактических ракетных систем большой дальности, заключается в том, что их у США немного. Но я не думаю, что при условии создания коалиции новое правительство Словакии под руководством ФИЦО в ближайшем будущем начнет создавать фундаментально новые препятствия. Даже Виктор Орбан, который является пророссийским лидером и относится к идее поддержки Украине с не очень большим энтузиазмом, и у которого украинские беженцы в странах Евросоюза вызывают сильный дискомфорт, даже он не предпринимал попыток блокировать помощь Украине. В конечном итоге своих политических лидеров выбирают люди. Почему Словакия и Венгры не хотят помогать Украине? Мне кажется, мы имеем дело с комбинацией негативных последствий выборов в результате инфляции и притока беженцев. Важно также отметить, что Словакия не является одной из тех стран, которые приняли много беженцев. Тем не менее, такие люди, как ФИЦО, как Орбан и как некоторые польские политики, часто манипулируют информацией о беженцах. Мы также наблюдаем общую озабоченность экономическим состоянием этих стран, особенно среди их консервативных избирателей из сельской местности. Фермеры этих стран сильно пострадали в результате проблем с импортом украинского зерна. Именно это является корнем проблемы в Польше. Но и в Словакии этот вопрос тоже играет важную роль. Через несколько недель мы увидим, какой выбор сделают поляки на своих выборах. Можем ли мы там ожидать таких же результатов, как в Словакии? Или положение дел там совсем другое? Я думаю, что это совсем другое. Я не думаю, что в Польше есть глубокие пророссийские настроения или симпатии по отношению к России, как в Словакии у господина ФИЦО или в Венгрии у господина Орбана. В Польше очень сильные антироссийские настроения. То, что мы там наблюдаем, это прежде всего реальная озабоченность в связи с поставками зерна. Кроме того, польское правительство, придерживающееся даже не умеренно правых, а скорее правых взглядов, обеспокоена позиция небольшой ультраправой партии, которая представляет фермеров. А эта ультраправая партия заняла жесткую позицию по этому вопросу, заявив даже, что приостановит все будущие поставки оружия из Польши в Украину. Я не думаю, что это произойдет. Частично потому, что Польша это одна из стран, глубоко убежденных в том, что очень важно помогать Украине защищаться и постараться отвоевать как можно больше территорий, оккупированных Россией. Поэтому мне кажется, что то, что мы наблюдаем сейчас в Польше, это скорее предвыборная демонстрация позиций, а не признак изменения политики Польши по отношению к Украине. Как мне кажется, самое важное, это то, что поддержка Запада Украине будет продолжаться. Однако, во-первых, скорее всего в меньших масштабах, а во-вторых, руководить процессом выделения помощи Украине будет становиться все сложнее. Европа, как правило, следует примеру США в вопросах, касающихся Украины. Если Соединенные Штаты начнут колебаться, а Конгресс начнет затягивать выделение помощи и кандидаты от Республиканской партии на пост президента будут использовать этот вопрос в 2024 году в качестве клина против демократов, то ситуация будет усложняться. Это были итоги. Смотрите нас на канале Настоящее время, а также на сайте и страничках соцсетей Голоса Америки. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин